Всем привет дорогие нажиманы, герой сегодняшнего обзора Ганза G727M. Нож, как видно по внешнему виду, сделан по мотивам широко известной в наших узких нажиманских кругах крысы. Ганза, как обычно, не стали бездумно копировать нож, а внесли несколько изменений в его конструкцию, которые на нем, по моему мнению, благотворно сказались. Если уж не в плане качества, кстати, к последнему можно докопаться и в оригинальной крысе, то в плане дружелюбности и DC-шности точно. Что же касается, собственно, крысы, то редакция канала никогда ее не рассматривала в качестве ножа и DC-ножа на каждый день. По моему мнению, он несколько большеват, тяжеловат, объемен, да и вообще выглядит страшно и пугает бабушек на почте. Но, признаюсь честно, в свое время у меня на балансе стоял маленький крысеныш до того момента, пока он не получил несовместимые с жизнью повреждения, не был списан баланса и, в общем-то, к нему я больше ни разу не возвращался. Но вернемся к 727M. На первый взгляд, кажется, что он очень сильно похож на свою прародительницу, но на самом деле от нее кардинально отличается. В общем-то, как в лучшую, так и в худшую сторону, местами. Во-первых, нож получился несколько короче и легче оригинала. Легче на 12 грамм, а короче практически на 1 сантиметр. При всем при этом, длина клинков у них практически одинаковая. 90 мм у оригинала, назовем крысу так, и 89 мм у этого ножа. Рукоять также претерпела изменения. Накладки сделаны здесь из G10. Довольно неплохо она обработана. Как по поверхности, ну, слегка цепкая поверхность, так и особенно по краям. И все это хорошо подогнано к лайнерам. Единственное, что фасочки здесь сняты не очень ровненько и не очень аккуратненько. Накладки из G10, ну, скажем так, смотрятся на ноже несколько теплее и приятнее, чем накладки из нейлона. Клипса для ношения у ножа ставится только в положении типап, но зато на обе стороны ножа. Это, конечно же, вызвано тем, что на обратной стороне стоит Аксис Лок. По форме она идентична таковой на Ontario Red 1. Единственное, что, ну, вот здесь вы видите, она полирована и она несколько короче. Нож, как вы успели уже заметить, оснащен замком Аксис Лок. В общем-то, и этот экземпляр не избежал плавающего непостоянства качества от ГАНС. Пружина замка здесь довольно мягкая и штифт его ходит очень легко и приятно, но вылазит другая проблема. У ножа не наблюдается вот такого вот поперечного люфта, зато наблюдается ярко выраженный люфт вертикальный. Опять же, по моему мнению, это связано с слишком крутым подъемом пяты клинка в районе штифта замка, в связи с чем штифт просто не выбирает нужную ему длину пяты и четко не фиксирует клинок. Ну и пришло время поговорить о самом клинке. Здесь, как вы видите, по форме он сильно отличается от прародительницы, отличается он, в общем-то, в лучшую сторону. Более выраженной формы дроппоинт сделали его ГАНЗа. Это, конечно, лучше скажется на его проникающей и колющей способности. Но в то же время он получил, по сравнению, конечно, с крысой толстоватое сведение. Если крыса, в общем-то, сведена в 0,3 и 0,4, то этот клинок сведен в 0,5 мм. Если говорить об эргономике этого ножа, то вот в таком исполнении, более компактном, более легком и с накладками из G10, мне кажется, для моей ладони этот нож более дружелюбен, нежели оригинальная крыса. Но все так же, как и с оригиналом, мне нестерпимо сильно хочется сточить вот это брюшко у рукояти и сделать под пальцевую выемку менее глубокой. Хотя у меня складывается впечатление, что если вы большой любитель крысы и вам нравится, как она лежит в руке, то определенно вам по душе придет ощущение от того, как лежит в руке и этот 727-й. Ну а под конец, коротко попробую подвести итоги. Если бы не плавающее качество от ГАНЗа, как всегда претензии касаются замка, то этот нож определенно мог бы побороться за место в кармане с оригинальной крысой. А на этом все, ребята. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.